здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами Настягин Олег а сегодня мы посмотрим Тибет и Индию я вам покажу что на этот раз я интересного и необычного видео ну давайте начнем с Тибета как говорил так ну что самое интересное вся территория находится над уровнем моря в среднем 4-4,5 километра вы представляете какая высота на этой высоте живут люди практически на всей территории не растут деревья не кустарники только трава и вот такое огромное количество озер как-то рассматриваем горы увидел странные дороги да дорогие друзья очень странные а в чем странность давайте я вам сейчас это все покажу и объясню вот смотрите внимательно эта дорога начинается вот с этой реки это даже не дорога знаете какая-то странная полоса кое ощущение каким-то огромным бульдозером здесь прогреб именно с этого места она начинается и смотрите как она продолжается что это такое местами по этой полосе проехали автомобили то есть видно след колею где-то одиночные дороги пересекает эту линию где-то она размытая ручьями видно то что никто ее не поддерживает то есть в порядке поверьте я уже полностью эту дорогу пересмотрел и знаю то что она необычная эта дорога вот в этом месте как видите колея зашла на эту дорогу я так называю то что дорога это вполне возможно и не дорога что это такое я не знаю давайте продвинемся немного здесь колея сошла с этой дороги то есть не так удобно по ней было ехать автомобилю вот здесь ручьями частично уничтожила здесь пересекает слои наши и уходит эта дорога в озеро представляете и дальше по другом на другом берегу она продолжается это получается эта дорога была построена раньше чем появились это озера так получается посмотрите также внимательно опять пересекает полуостров и опять уходит в озеро начинается она на другой стороне вот я говорю то что эта дорога очень странная может быть ей очень много тысяч лет я не знаю может быть когда эти озера появились я не думаю то что 50 там 100 лет назад эти озера очень старые также рядом с этой дорогой посмотрите обнаружил какие-то руины давайте посмотрим куда она ведет да она не лучшем состоянии сейчас можно проследить куда она ведет по ней как видите не ездит не машины местами до кое-где мы увидим след вот в этом месте полностью ручьями уничтожена вот здесь кусок уничтожен также то есть сразу видно то что этой дорогой никто не пользуется давайте вторую дорогу покажу вам как и ранее показывал вот в этом месте одна из дорог уходит также под воду вот в этом месте и с другой стороны озеро вот в этом месте она появляется да современные дороге здесь отчетливо видно а это что-то с древностью связано например в этом месте отлично видно вот наша древняя дорога вот современные который пересекает и и да интересно что я могу сказать а также что еще интересного рядом с этим озером давайте покажу о чем речь вот здесь если более детально смотреть мы увидим развилку что-то похоже на такую же дорогу вот если по ней продвинуться мы и здесь обнаружим огромное количество островов от домов или заводов посмотрите их отчетливо видно здесь целый городок был некоторые руины как видите находится сейчас под водой на жилые дома эти постройки не похожи больше похоже на какие-то коровники может быть заброшены или может казармы кто его знает ну как видите все заброшено никто здесь не живет он дорога привела меня вот к этим островом странным давайте померяем линеечкой 177 метров представляете длиной на 85 да интересно что это такое странное строение ну да ладно давайте посмотрим что еще в тибите интересно можно увидеть так приподнимемся интересные озера да очень интересно выглядит как вы думаете на что это все похоже что это за озера такие интересные плавающими с хвостиками да пишите свое мнение в комментариях на что эти озера похоже у них же природа создавать чудные и необычные ландшафты так дальше здесь интересного есть давайте еще одно озеро посмотрим здесь не биологические останцы понравились смотрите как интересным природа поработала как будто бы срезала ножом прорези такие остались три каменных останцы а когда-то было это все единым целым рядом с этими останцами существует заброшенный поселок как видите остались одни стены также насколько он старый к сожалению я не знаю может быть и сотни лет а может быть и тысячи рядом с этим поселком такие вот каменные таблички с надписями еще один очень интересный геологический останец да странные круги вот в этом месте обнаружил также непонятно их назначение что это такое что за следы и почему попарно так но мы давайте с тибетом закончим и посмотрим что я в индии интересно увидел рядом через горы а рассмотрим мы сегодня небольшой штат индии под названием миг халая так вот в этом штате в индии очень много чего необычного необычно это в горах давайте покажу о чем речь а здесь все горы такое ощущение как будто бы подровняли на высоте 1300 метров срезали верхушки у гор и вот по верхушкам этих столовых гор ничего кроме травы не растет только в ущельях растут деревья то есть по склонам давайте сейчас рассмотрим более детально пример вот в этом месте также отчетливо видно то что срезана макушечка местами срезана на разных высотах примеру как в этом месте одна из гор как видите срезана и много ниже чем другая ступень такая образовалась гигантского размера и везде где бы мы не посмотрели в этих горах даже небольшая макушечка это срезана и практически везде на каждой макушке живут люди может быть эти жители которые здесь живут может они так равняли тысячелетиями википедия нам пишет то что да здесь очень давно люди живут в этом штате также если более детально рассматривать макушки вот таких гор мы увидим вот такие вот странные следы полосы если пофантазировать то создается такое ощущение как будто бы знаете как гигантским валиком шипами здесь макушки подровняли чтобы не выше к примеру там но 1300 1500 метров и сделали это совсем недавно не успела еще зарасти интересно что могу сказать такие мне наблюдения сегодня дорогие друзья а на этом я хочу закончить этот видеоролик надеюсь вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч